Можно ли кушать крабов? Можно ли с морской водой делать омывание? Прок Саласам сказал Эта вода является чистой, море, его вода является чистой, его мертвечина является дозволенным, халалом. Из этого любое существо, творог, животное, которое живет на море, является дозволенным кушать. Пускай будет морская змея, пускай будет любая вещь, хоть даже акула, хоть кит, любое существо, которое живет на море, оно дозволено кушать. Кроме того, если медицина такая, что она вредная для здоровья, его надо убрать. А так общий хокус, то что живет на море, является халалом. А есть животное, которое живет на море и на суше. Например, таких можно кушать или нет. Краб один из них. Если большая часть жизни его является в воде, можно его кушать. Хотя в Шафельском Азабе вообще нельзя кушать. То, что в воде и на суше живет, нельзя кушать. А так больше, например, мы хокм делаем на большинство. Больше, если жизнь его является на воде, можно кушать. А если больше его жизни является на суше, нельзя кушать. Если они одинаково, половина жизни в воде, половина на суше живет, тогда это тоже не кушаем. За что? За то, чтобы было опасение, сомнительное место оставить. Такой хокм общий. Чтобы они спрашивают потом, можно ли палочки кушать, можно ли что-то кушать. Вот общий хокм. То, что живое существование, которое есть на море, можно и кушать. Аллаху алам. Ассаляму алейкум арахматуллах. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе сразу подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум.